Представители правых оливых сил Франции провели дебаты по поводу европейского зелёного курса. В мероприятии, организованном экологическим аналитическим центром, приняли участие шесть кандидатов на европейских выборах. Споры в лекционном зале университета Анжи продолжались более двух часов. Каждая сторона высказала своё мнение по вопросам защиты окружающей среды. Валерия Хайер, депутат Европарламента от партии Возрождения, выступила в защиту зелёного курса и предложила заключить европейский голубой пак. Показать о том, что мы будем использовать европейский зелёный курс, противоположные курсы, поддерживать наши пейсы и лидер противоположней пак. В Европарламенте от зелёных, Маритусен, заявила у остальных кандидатов, что вы не желаете способствовать зелёной сделке. Сегодня, пакет верт, потому что большинство группы, которые меня окружают, имеют внимание на все возможное движение, в виде экологической и в виде общества. В дебатах не присутствовал Жордан Бердела, председатель Ультраправого Национального Объединения, лидирующего вопроса. Вместо него, в Анжи прибыл Jean-Philippe Tanguy, который, впрочем, не блатируется. Жордан Бердела, он есть на территории, он assistит к другим встречам, нужно прекратить, если вы хотите, сфотографироваться к элитарной кампании. Я знаю, что другие листы не будут к встрече с элитарными, но это наш случай. В ходе дебатов все кандидаты заявляли, что партии, которые они представляют, занимаются вопросами, связанными с изменением климата и глобальным потеплением. Но как ультраправые, так и консервативные партии выступили против зеленого курса Евросоюза, цель которого – сделать Европу углеродно-нейтральным континентом к 2050 году. Таким образом, они поддержали фермеров, протестовавших во Франции и других странах Евросоюза. Голосование на европейских выборах пройдет 9 июня. Голосование на европейских выборах пройдет 9 июня. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...